По данным экспертов, в России живет около 20 миллионов самозанятых. Они получают постоянный доход, однако нигде не трудоустроены. А значит, не платят налоговые отчисления. Чтобы искоренить теневой сектор экономики и пополнить бюджет, депутаты разработали новый законопроект. На сегодняшний день платить подоходный налог обязан каждый работающий гражданин. Если человек официально трудоустроен и получает белую зарплату, то 13% автоматически перечисляются в казну. Те, кто трудится в индивидуальном порядке, обязаны лично подавать налоговую декларацию. Впрочем, далеко не каждый готов самостоятельно делиться с государством честно заработанными деньгами. Поэтому планируется, что новый специальный режим как раз позволит постепенно выводить из тени самозанятые населения и, соответственно, легализовать их доходы. Поскольку применение этого режима будет максимально простым и удобным в применении. Законопроект вступит в силу с 1 января 2019 года. Правда, с ограничениями пока только для жителей столицы, Московской и Калужской области, а также Республики Татарстан. Для того, чтобы стать плательщиком этого режима, необходимо будет скачать специальное приложение, которое называется «Мой налог», установить в любом гаджете, современном телефон, планшет, ноутбук, зарегистрироваться там, отправив паспортные данные и фотографию, и в дальнейшем ежемесячно заносить данные о своем полученном доходе. Под новый закон попадают частные парикмахеры, портные, сантехники. Коснется он и тех, кто трудится в IT-сфере. Евгений Петров занимается программированием с 18 лет. Последние два года работает удаленно, на дому. И раз сталкивался с проблемой, что компании не хотят работать с физическими лицами. Я давно думал над тем, чтобы оформить себя юридически. Разница велика, потому что, почему я колебался, оформить мне индивидуального предпринимателя или нет, потому что это было неудобно. Нужно все делать через налоговые органы, являться в отделение, сдавать декларации, вести декларации эти самые, ну, чтобы расходы, доходы. Налог для индивидуальных предпринимателей равен 6%. Для самозанятых это ставка 4, если тот работает с физическими лицами, и 6, если с юридическими. В сумме налога разницы практически нет, а вот процесс исчисления для самозанятых в разы проще. Никаких деклараций, специального счета в банке, за который тоже нужно платить, и сложного бухгалтерского учета. Я так понял, что все будет происходить через мобильное приложение, либо через интернет, опять же. Конкретно деталей того, как это происходить будет, нигде пока не освещено, и приложение я само не видел до сих пор. Я пытался найти, как же оно там выглядит. Демонстрация какая-то была закрытая, но ничего толком, видимо, не готово до сих пор. Пока так называемый налог на профессиональный доход – это лишь пилотный и полностью добровольный проект. С одной стороны, условия для самозанятых довольно мягкие, сравнительно низкая ставка и простота учета доходов. С другой стороны, нужны серьезные правовые механизмы, чтобы уплата налога была не правом, а обязанностью каждого гражданина. И такие наверняка появятся.